Но кто не мечтал в детстве стать Человеком-пауком? Да, я и сейчас в принципе не отказался бы. Пока что я максимум мокрится. А укусил меня походу радиоактивный огурец. Поэтому по выходным я еще Человек-Овощ. О, как раз с этого мульта я с этим членистоногим мужчины и познакомился. Дело было в начальной школе. Но, скажу я вам, он и сейчас неплохо смотрится. Потом был Тоби Магуайр. Ох, какой коренностый. Да, ну, собственно, вот после третьей части я больше Человека-паука не смотрел. Да-да, вы не ослышались. Когда выходили пауки с Гарфилдом и Хохландом, мне было как-то, знаете, ну, вот как-то... Вообще похуё. Ни одного из них не смотрел. И я перешел на сторону Бэтмена. Все-таки в его случае супергеройствовать без суперспособностей посложнее приходится. А он еще и Супермена жахнул. Уважаемо. Хотя, обычный человек как-никак. У меня с ним вообще как-то больше общего. Только вот я нищий. Тупой и слабый. А так один в один. А Человека-паука последний раз видел в Турции. Даже заснял. Сразу видно переиграл в какую-нибудь клевую военную стратегию. Типа Варпач. Варпач. Это захватывающая современная военная стратегия, покорившая геймеров по всему миру, потрясающим геймплеем и великолепной графикой. И вот теперь в Варпач можно играть и на ПК. Да-да, на большом экране боевые баталии выглядят еще круче. Графика лучше, геймплей плавнее, а еще эксклюзивные функции для ПК игроков. Более удобное управление и высокая точность. Начиная со строительства, кастомизации своих баз, прокачки танков и заканчивая набором и обучением солдат. В игре 9 видов юнитов и более 200 видов военного оборудования, что дает игрокам разнообразный опыт. Вы даже можете создать свой танковый батальон. Если вы не хотите играть в одиночку, то можете вступить в альянс, собирать ресурсы и вместе сражаться против врагов. В дополнение к групповым битвам вы также можете участвовать в специальных операциях от первого лица в роли снайпера. А в честь запуска версии на ПК, в Варпач стартует мероприятие «Стань лучшим командиром». Игроки, которые примут участие в этом мероприятии и наберут высокий уровень боевой мощи, получат щедрые денежные вознаграждения и внутриигровые награды. Главное, использовать мой промокод PLAYONPK при регистрации. Не упусти свой шанс побороться за рейтинги и выиграть награды. Ссылочка в описании. А потом бац, угодил в кинотеатр на мультик «Человек-паук через вселенные». Хоть паук в современных реалиях и подкоптился, но в целом мульт просто отвал жопы. Визуал бомба, сценарий написан в кое-то веки некогнитивными додиками. Многих зрителей, правда, стригерило, что кадров маловато. Типа говорят «анимация дерганая». Ну тут я согласен, лично я за плавность. Считаю, что вот эти вот дергания это просто неуважение к зрителю. Ну, конечно же, это все шуточки. Мы же не быдло, а эстеты кинематографа. И понимаем, что это революционная находка и гениальная фишка в анимации. Хм, получается я тоже гений. Ну да хватит скромностей. Надо же про мультики рассказать. В прошлой части толерантный Человек-паук все-таки заменил белую цисгендерную мразь и начал геройствовать по-черному. А там, значит, Стас Борецкий опять натворил делов. Смешав мультивселенные. Пауки там разные встретились. Даже паук-свинья была. В общем, они там прыгают, бегают, дерутся. Все крутится, светится. Райд для эпилептика. Ну и, собственно, в паутине вселенной свистопляска продолжается. Там новый злодей. Опасный. Дыра. А так как малой еще никогда не видел, чтобы мужчина мог в себе такие глубокие и широкие дыры делать, он просто в шоке и не знает, как его победить. Да и, собственно, мы тоже не узнаем. Так как фильм заканчивается на полусловия с припиской «Продолжение следует». Я сначала думал, это шутка такая, а нет, оказывается, действительно, конец и титры пошли. Ждите следующую серию. Но плакать не стоит. Все-таки больше двух часов показывают. Просто карнавал экшена. Цвета бьют. Всяких визуальных решений понапридумывали. Динамики напихали, музыка визжит, пердит. Все как надо. Хоть мультик и детский, но и взрослые ценности поднимают. Поэтому можешь и батю с собой взять. Если повезет, в этот вечер обойдетесь даже без пьяного спарринга. Ну и любители повесточки, само собой, найдут для себя утешение. Меня особенно позабавило, как в самом начале чернокожая беременная мадам-паучиха ворвалась на мотоцикле в мордобой. Потому что здоровенный накачанный гигачадовский паук-мужчина не справлялся. А еще, я конечно извиняюсь, но я один вижу здесь, ну как бы так помягче сказать, изделие из пениса. Нет. Ладно, видимо у меня уже деформация. Обсужу это со своим психотерапевтом. А так, мультец годный. Особенно для фанатов, которые все комиксы прочитали. О, этих вообще порвет. Там просто миллиард каких-то отсылок. Я вот вообще не понял, кто там кто из этих 150 пауков. Но даже и без этого было круто. Особенно погоня под конец. Ё-моё, я бы от такого в детстве просто обоссался. Сейчас-то я взрослый, но в душе ребенок. Короче, моя оценка смотреть можно. А еще можно подписаться на мою телегу. Ну и на канал, естественно. А еще лайк влепить. А у меня на этом все. Обнял, не болейте, пока.